Олимпийские игры Сегодня в центре нашего внимания лыжники. С некоторыми из них нам удалось записать интервью онлайн. Дело в том, что они уже несколько недель на полной изоляции, как, впрочем, и вся Олимпийская сборная. И это правильно. Безопасность превыше всего. Мы начинаем. Карантин, ежедневные ПЦР-тесты, заполнение множества деклараций о состоянии здоровья. Эти мероприятия стали неотъемлемой частью подготовительного периода для спортсменов, тренеров и членов делегации, помимо тренировок. Все участники Олимпийских игр, согласно правилам, должны прилететь в Пекин чартерным рейсом. Естественно, в защитных масках и шлемах с соблюдением социальной дистанции, применяя антисептики и тому подобное. Основная часть делегации вылетела из столицы и Алматы на специальном рейсе. С учетом всех мер безопасности, оставшаяся часть атлетов и тренеров вскоре прибудет в Пекин со сборов в Европе. Как, например, лыжники. Они провели УТС в Италии в условиях высокогорья, поэтому проблем с акклиматизацией в Пекине, говорят спортсмены, не будет. Идет подготовка к Олимпийским играм не один год, а непосредственно все четыре. Поэтому я, мои ожидания, так скажем, я хочу просто показать максимально свой хороший результат. Я тоже готовлюсь, тоже максимально выполняю все поставленные задачи тренера. Так скажем, что не было сбоев подготовки, в принципе, в последние несколько месяцев. Поэтому я, как вы говорите, нагадаю это делать благодарно. Я просто буду стараться и делать все максимально хорошо, даже чуточку, наверное, лучше, чем я могу. Потому что все-таки поднялись в игры, и я представляю нашу работу. Практически всю предсезонную подготовку казахстанские лыжники проводили на специальной базе в Щучинске. Этот спорткомплекс расположен в Акмолинской области на высоте 400 метров над уровнем моря. Общая площадь вместе с лесным фондом составляет аж 125 гектаров. Уникальный спортивный комплекс состоит из лыжно-биатлонной трассы, современного лыжного стадиона и отдельных корпусов административных зданий. Комплекс оснащен также разветвленной собственной инфраструктурой и современным оборудованием, которые создают максимально комфортные условия в подготовке спортсменов высокого класса круглый год. Честно вам скажу, это, я считаю, огромный подарок судьбы, потому что эта база, я скажу вам так, она находится недалеко от моего дома, то есть непосредственно я занимаюсь лыжем между нами, не буду брать 3-4 года, эта база как функционирует, то есть я очень-очень там рада. Подходит абсолютно все, то есть там хорошая роллерная трасса, отличный тренировочный зал, также там там есть бассейн и прочее-прочее. Вообще, в общем, в целом, короче, сейчас он подходит, так сказать, своим местоположением для наших тренировок. Там можно ходить в походы, делать тренировки, делать вопросы, бегать, то есть. А эта база Центра Венфийской подготовки, он соответствует международному уровню, я считаю. Вот, и я думаю, что в скором времени там будут проводить сборы и настрадавшие, когда наша база станет более приятной, потому что место, на самом деле, шикарное. База сама хорошая, устроена там для спортсменов, особенно лыжников и атлонистов. Все, как бы, для зимних видов спорта. Ну, единственное, рельеф трассы там слабый по сравнению с Европой. Допустим, нам этого не хватает, просто нам нужны все равно более трудные подъемы там, которые есть. А там, как бы, трасса такая слабоватая для лыжников, более для биатлонистов она подходит. Там больше равнины, да? Да, хотелось бы больше тренироваться на хороших трассах, тяжелых, чтобы можно было выступать и бороться на топовом уровне. Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине уже на этой неделе. Ну, а пока в Олимпийском парке на севере китайской столицы завершаются последние приготовления. Китайские власти проводят усиленные меры безопасности. Для въезда в Пекин необходимо сдать двойной тест на коронавирус. Первый не более чем за 48 часов до прибытия, второй не позднее, чем через 72 часа после. Для спортивных делегаций разработаны правила, обязательные для исполнения. Вокруг Олимпийских объектов создано замкнутое пространство. Перемещаться можно лишь в этой области. В город выходить запрещено. Спортсменам приходится ежедневно проходить тестирование на коронавирус, а в специальном приложении власти будут отслеживать вероятность контактов между делегациями. Если кто-либо сдаст положительный тест, он будет госпитализирован до выздоровления. Мы будем находиться в Абликах, как мы сказали. Это минимальное передвижение. Насколько я понимаю, мы будем только на стадионе и у себя. Минимальное общение с другими командами, с командниками, с других фигуспортов. Наши сборные контактов. Это все, конечно, чтобы заразиться, чтобы сохранить наше здоровье и здоровье окружающих. Я считаю, что это вынужденные меры и все правильно. По-другому никак. Я в последнее время боюсь больше ПЦР-тестов, чем два дня. У нас допинг-контроль приезжал. Нужно сказать, они перестали приезжать. Последние два дня, вот сейчас перед уездом, мы сдаем ПЦР-тест. То есть страшнее сдавать ПЦР-тесты, чем допинг-пробы, да? Да, потому что сейчас уже каждый очень сильно переживает, не дай бог все. К сожалению, хотя игры еще не начались, но сообщения о положительных тестах у спортсменов и персонала уже начали поступать в разных видах спорта. Не смогут приехать несколько норвежских лыжников. Тревожные новости приходили из российской сборной по фигурному катанию. От украинских биатлонистов и не только. Несмотря на то, что на отмену или перенос Олимпиады организаторы уже не пойдут, на результаты это, безусловно, повлияет. Не исключены и неожиданности. У нас результат, грубо говоря, топ-20, топ-30. Это уже для нас было хорошо. Но в связи еще с этим, что квоты мы пропустили тот год. 21-го сезона, 20-21. И, нужно сказать, мы участвовали только на чемпионате мира, выступили. И все, этапы Кубка мира мы пропустили. Из-за этого у нас квот мало было и лицензий. Потому что еще гендерная политика идет именно, что на женщины и мужчины одинаковое дается число определенное. И у мужчин конкуренция немного выше. Из-за этого, получается, немножко мужская команда. Ну, так получилось. Прогнозы в спорте дело неблагодарное, но всегда нужно оставаться реалистами. Так вот, шансы зацепиться за медали у нашей лыжной команды небольшие. В первую очередь команда лишилась лидера Алексея Полторанина. На играх в 2018-м он был одним из главных фаворитов. Но не хватило сил. Затем он оказался в центре допингового скандала, после которого его дисквалифицировали на 4 года. С тех пор никто даже не приблизился к его результатам. Кроме того, у команды получился тяжелый отборочный период. Из-за коронавируса отменили многие соревнования. Одним из статусных был чемпионат мира. В качестве промежуточных выступили локальные соревнования. В том числе и Спартакеада Казахстана. В таких условиях сложно качественно подготовить состав на участие в Олимпиаде. Без должной соревновательной практики сделать это практически невозможно. Как бы то ни было, отобраться некоторым лыжникам на Олимпийские игры все-таки удалось. И это уже успех. Так вот, участниками Пекинской Олимпиады стали Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко. Так вот, желаем им удачи и быстроходной лыжни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова